Друиды замечательный народ, даже Виверну мудрились приручить, но у волка снова дел не в проворот, хоть и успел дряд капризы изучить. На кладбище големов разразилась битва, руки Геральта измазались в крови, к сожалению, против ей и винно, ведьмаку пришлось пойти. Жив Беренгар, живее всех живых, но какой ценой об этом мы узнали, а потом за горстку золотых друиды на заказ грозу призвали. И тут осенило гениального стратега, что у меня инвентарь полный, придется идти торговаться. Я уж думала, сразу по сюжету пойдем, нет же, надо было сразу проверить, что у меня в кармане лежит. Хорошо, что еще день, и я не успела зайти к Рэймону. Я вижу! Книга у меня всего одна. Ну и льет. Льет, да, прям как из ведра. Сечет, как плечи! Так, что у меня здесь есть на продажу? Целая куча всего на самом-то деле. Интересно, кому-нибудь можно продать физштех? Ну вот зачем он мне сейчас нужен? Разве что с кем-то поделиться и все. Ладно, все, инвентарь мы очистили. Теперь уже можно идти по сюжету к детективу Рэймонду. Это, в принципе, можно было сделать еще в самом начале главы, но боюсь, что тогда мы очень много квестов бы упустили. Как у него тут все обустроено. Вот это рыбина у него на столе. Небось, покушать-то любит детектив. Что за книга? Путеводитель по Визиме. Марка Кнопф. Подобно большинству человеческих городов, Визима построена на фундаментах эльфийского города. Столетиями столица королей Тимерии росла, и сейчас она состоит из трех больших кварталов. Порта и обширного предместья. В храмовом квартале сразу же бросается в глаза монументальный обитель Ордена Пылающей Розы. Нельзя также не заметить лечебницу Лебеды, знаменитую своими чудесными исцелениями. Восхищаясь этими местами, избегайте квартала нелюдей, ставшим кварталом бедноты и отбросов общества. Большую часть нелюдей переселили в старую Визиму, превратившуюся в гетто, закрытую для посторонних. В последнее время бурно развивается купеческий квартал. В котором живут богатые купцы, где находятся представительства торговых и политических учреждений, а также банк и ратуша. Во время пребывания в купеческом квартале Визимы обязательно посетите знаменитый рынок. Там можно купить все товары мира. Обязательно посетим. Визима. Визима, столица Тимерии, является крупнейшим городом в королевстве. Расположена она у озера Визима на пересечении важнейших торговых путей, в том числе и водного. Благодаря развитой дорожной сети в Визиме процветает торговля. По приказу короля Фольта, стояпатом города назначен Велерат. Визима разделена на три крупных района. Самый бедный из них – храмовый квартал, в котором располагается лечебница лебеды и обитель ордена Пылающей Розы. Купеческий квартал населяют самые богатые и влиятельные жители. Здесь же находится ратуша и главный городской рынок. Старая Визима – древнейший район города, который не так давно превратили в гетто для ней людей. Зачем такое разделение народа? Благоприятный район, неблагоприятный. Я этого никогда не понимала. Люди-то все одинаковые на самом деле. Я имею в виду, что мы все из одной плоти состоим, если можно так выразиться. Давайте поговорим. Ну-ну. И кто у нас тут? Я Геральт из Ривии. Воин, равных которому нет. Легенды опережают тебя. Чем я могу помочь? Мне нужна информация. Я пришел по правильному адресу. Хороший вопрос. Раньше я работал на адвокатов, Кадрингера и Фенна. Доволен? Эти имена мне ничего не говорят, но будем считать это за рекомендацию. Ты профессионал. Ты должен понимать, что информации есть своя цена. Я заплачу. Внимательно тебя слушаю, Белый Волк. Вот сразу разговор поменялся. Расскажи мне, как это быть частным детективом? Грязная работа в городе, где и так полно грязи и заговоров. Большую часть времени я шпионю за купцами и богачами, которые изменяют своим женам. Ты не представляешь, на что способны с виду обычные люди. И не буду представлять. Недавно я следил за Мордоном, капитаном стражи Фольтеста, таким крутым мужиком. Слышал о нем? Нет. Я застукал его на конюшне с двумя молоденькими пажами. Ты не поверишь. Хватит с меня. Внимательно тебя слушаю, Белый Волк. Да, знаешь, с меня тоже как-то хватит. Меня интересуют люди со значками в виде саламандры. Да, я знаю кое-что про этих ребят. Но прежде чем я продолжу, мне хотелось бы знать, почему тебя интересует это дело. Не будем юлить, скажем правду. Мне надо свести счеты. Добро пожаловать, коллега. Это будет стоить тебе сто аренов. Да без проблем. Вот золото. Расскажи мне все, что знаешь о лидере Саламандр. Я уже некоторое время работаю над делом Саламандр. У меня есть кое-какая информация. Продолжай. Личное дело или тебя кто-то нанял? Я рискну и поверю тебе. Когда-то в Изиме жила счастливая пара. Они были заурядными, как рыба в пруду. А еще у них был сын, десяти лет от роду. Однажды отец вернулся домой, но в этот раз любимая собака не встречала его на пороге. Из кухни не доносились ароматы, и не слышно было голоса его сына. Но он ничего не заподозрил, пока не нашел в прихожей свою собаку, которой выстрелили в голову стрелой из тяжелого арбалета. Он не сразу понял, что это его собака. Но потом он нашел свою жену, которую копьем пришпилили к двери кухни. Он обыскал дом в поисках сына, но не нашел ничего. Преступники не оставили следов. Короче говоря, Винсенту Мэйсу пришлось закрыть дело. Свидетелей нет, улик нет. Однако есть одна зацепочка. Полгода спустя в мусоре нашли труп монстра. Глаза у него были как открытые раны. Грубая, неровная белая кожа, неестественно мускулистое тело. Все уже забыли про убийство и исчезновение. Почти все. Дело в том, что у пропавшего мальчика была особая примета шесть пальцев на ноге. Об этом знали только родители. У мертвого монстра тоже было шесть пальцев на ноге. С тех пор отец посвятил всю свою жизнь тому, чтобы найти тех, кто уничтожил его семью. Надеюсь, он их найдет. Но вернемся в настоящее. Вот что мне удалось узнать. Возглавляет их Азар Явед, зериканский колдун. Он очень опасный противник, мне никак до него не добраться. У него связи и ресурсы, позволяющие влиять на ситуацию в городе. Знаю я про его способности. Еще что-нибудь? Я думаю, они планируют какую-то масштабную операцию, возможно, политическую. Золото им нужно лишь для того, чтобы смазывать колеса. Они проводят генетические эксперименты, опасные. У обычных головорезов нет необходимых знаний и средств для этого. Кто работает на Яведа? Есть мысль? Капитан Стражи. Человек, который закрыл расследование и пропадает где-то целыми ночами. Может быть, тебе удастся вытащить из него информацию? Это все? Городская Стража задержала человека, у которого есть важная информация. Стражники? Где? В тюрьме? Да, это наш шанс. Найди способ допросить этого пленника. А пока что узнаю у Стражников все, что сможешь. Нет проблем. Люди очень любят изливать мне душу. Хм. Эта информация может оказаться бесценной. Удачи. Конечно. Ты знаешь что-нибудь про пленного Саламанду? Возможно, один из лидеров. Но в этом городе Стражники ловят мелюзгу. Крупная рыба не попадает в их сети. Точно мы будем знать, когда ты его допросишь. Посмотрим. Еще одно. Кажется, за тобой следят. Что предлагаешь? Пережди какое-то время здесь. Пусть понервничают. Удиви того, кто хочет удивить тебя. Я уйду в полночь. Вот это профессионал. Определил сразу, что за Геральтом слежка. Поразительно. А ведьмак не спешит. Должно быть, ушел через другой ход. Что ж, не важно. Полагаю, западня расставлена? Конечно. Саймись делами в купеческом квартале. Делом займется наш лучший агент. На самом деле очень плохо. Потому что теперь Саламандры знают, что я веду дела с Реймондом. Все-таки выследили меня. Главное, я их пытаюсь выследить, а они выслеживают меня. Так почему бы не столкнуться в битве и не разобраться уже раз и навсегда? Хотя, думаю, что Азар-Евет достаточно сильный маг и сталкиваться с ним в себе дороже. Наверное, если столкнуться с ним вот так просто на улице, то ни к чему хорошему это не приведет. Кстати, в этой главе имеется такая возможность. Можно столкнуться с Азаром-Еветом лицом к лицу. Прямо здесь, в городе. Но, к сожалению, это столкновение приводит к неминуемой гибели. Винсент Мэйс Люди говорят, что по ночам Мэйса нигде невозможно найти. С наступлением темноты капитан словно растворяется в воздухе. Странно, но на складе же мы его видели. Странно. Рэймонд Марлоу, детектив. Я нанял Рэймонда Марлоу, чтобы он помог мне в поисках предводителя Саламандр. Рэймонд озлобленный циничный тип, который пальцем не пошевелил, пока я ему не заплатил, но он настоящий профессионал, отлично информированный профессионал. Конечно, кто же будет за бесплатно работать? Кодрингер и Фэн. Они были известными детективами, владельцами фирмы в Дарьяне, но оба они погибли при загадочных обстоятельствах. В период расцвета фирмы к детективам съезжались клиенты со всей Тимерии. Если у кого-то возникали затруднения, заботы, проблемы, он шел к Кодрингеру и тут же или банковский кредит без обеспечения и гарантий. Единственный в длинном списке кредиторов взыскивал наличность фирмы, объявившей себя банкротом. Сын клиента выходил из тюрьмы, либо освобожденный от обвинений на основании неопровержимых доказательств, либо ввиду отсутствия таковых, ибо если даже доказательства в свое время и существовали, они таинственным образом исчезали, а свидетели наперебой отказывались от прежних показаний. Любовник жены или соблазнитель дочери в результате несчастного случая получал сложные переломы трех конечностей, в том числе по меньшей мере одной верхней. Заклятый враг или иной столь же неудобный тип переставал вредить, как правило он пропадал без следа. Не детективы, а прям бандиты какие-то. Удивительно. Внимательно тебя слушаю, белый волк. Давай поговорим. Я расспросил капитана стражи. Есть выводы? Я думаю, он не виновен. Удивительно. А он точно тебе лапши на уши не навешал? За мои уши не волнуйся. Это не Винсент. Ладно, тогда я вычеркиваю его из списка подозреваемых. Пока. Он что-то скрывает, но что именно я выясню потом. А что насчет других зацепок? И что мне надо было сделать с этим расследованием? Поговорить с Винсентом Мейсом, капитаном стражи и задать вопросы свидетелю. А ты не можешь поговорить с капитаном? Он не станет со мной говорить. Он считает меня конкурентом. В городе не особо жалуют частных детективов. Я проверю, что к чему. Понятно, почему не жалуют. Тогда местные стражи бы делать нечего было. И пог... Я справлюсь. Конечно, справимся. Куда мы денемся? Во-первых, что у нас на плане? Нужно побеседовать с Юзом. Это раз. Он нам должен сказать, где держит этого пленника. Вот к нему мы сейчас и отправимся. Что мы? Мы ничего не сделали? Мы! Я просто гуляю. С двумя мечами за спиной. Обычная прогулка. Что в этом такого? Абсолютно никаких подозрений. Так, Юз! Просыпайся! Будь здоров! У меня есть пара вопросов. Спрашивай! А ты знаешь что-нибудь о Саламандре, которого поймали? Даже если бы и знал! Зачем мне говорить об этом тебе? Капитан с меня голову снимет! Может быть, мне удастся тебя убедить? Может, порошок поможет? Ах ты, наркоша, ну ладно, дам тебе твой фиштех. От хорошего фиштеха я никогда не отказываюсь. Расскажи мне про этого пленника Саламандру. Но я почти ничего не знаю. Хотя бы скажи, где он? Наверное, я могу тебе сказать. Его отвезли в лечебнице лебеды. Спасибо. Сразу по-другому заговорил. Кого вы конфисковали ведьмачий меч? Талер, скупщик краденого. Он иногда сюда приходит. Надо же ему как-то зарабатывать на жизнь. Честно говоря, мы с ним неплохо ладим. Перед тем, как мы выпустили профессора, Талер и Винсент разговаривали во дворе. Скупщик краденого разговаривал с Винсентом перед тем, как я спустился в канализацию. Подозрительно. Это явно непростое совпадение. И где мне искать этого Талера? Я отмечу тебе место на карте. Но не убивай его. Нам с ним еще дела вести. Без проблем. Лучше бы тебе когда-нибудь покончить с этой привычкой. Может быть, но явно не сегодня ведьмак. До встречи. Ладно, больше он нам ничего не скажет. Что там про Талера появилось опять? Удивительно, сколько друзей у этого скупщика краденого. Городская стража в их числе. Ну, теперь уже можно отправляться в лечебницу любеды. Чтобы допросить свидетеля. Да, вот так вот завязнешь в этих расследованиях. Хуже болота. быть детективом, наверное, это просто нереально сложно. Кстати, плюс большой риск. Держись подальше от пленника. А если я тебе заплачу? Держись подальше от пленника. Я просто хотел задать пару вопросов. Тихо. Он пытается что-то сказать. Калькштейн, он... он... Зачем ты пришел сюда? Пленник потерял сознание, убирайся! Шшш, я что-то слышу. Какой-то шум в коридоре. Проклятые головорезы. Их послал могила. Могила? Ладно. В таком случае нам придется этих людей перебить. Давай, подходи. Новое задание. Еще плюс как всему надо поговорить с Калькштейном потом. Почему это пленный Саламандр назвал его имя? Но мы сделаем это немного позже. Геральт! Геральт, тебя что штырит-то так? Ух, сколько бандитов по-наприходило. Могиле придется объясниться, что за фигня здесь происходит. Похоже, одного стражника спасти не удастся. О, нет! Один стражник погиб! Все? Все успокоилось? Ладно, собираем то, что осталось. Зачем сюда пришли люди могилы? Ему придется хорошо объясниться. Опс! Геральт, давай скорее все поднимай! А эти больные люди как лежали, так и лежат. Ну, понятное дело, в принципе. Они больны, их уже мало что волнует. выжить просто хочется. Все хотят жить. Жизнь такая сложная, тяжелая штука, а каждое живое существо хватается за нее из последних сил. Поразительно просто, на самом деле это поразительно. каждое насекомое, которое страдает даже. Могила послал своих людей в лечебницу любеды. Его бандиты напали на меня, когда я пытался допросить находившегося там узника. Странно, правда? У Колькштейна есть связи в криминальном мире везимы. Странная компания для алхимика. Алхимик оказался не так прост, как мог показаться изначально. Нет, он с виду на самом деле простой Колькштейн. Хотя мозги у него варят капитально. Мне этот персонаж сильно нравится. Колькштейн умный мужик. Со своими заходами, правда, но у кого их нет своих заходов. Настало время поговорить с могилой. Что за фигня происходит? Кто здесь? Успокойся, это всего лишь ведьмак. Всего лишь? Геральт, здорово! Что здесь произошло? Прикончили кирпича дилеры. Демонстративная казнь. Разбили окно и всадили ему в блюхо три стрелы. Стрелы с разрывными наконечниками. Такие говенкары продают. Вернее, самые жадные и самоуверенные из этих блюхов. Если кого поймают на продаже таких стрел, тут же четвертую. Кто его убил? Белки, черт бы их подрал. Теперь народ будет считать его достопочтенным гражданином, который так любил помогать старушкам. Чувствую я погрома не избежать. Эти дерьмоеды поганые составили себе список врагов и теперь уничтожают их, не задумываясь о последствиях. А кирпича-то за что? Злость, месть. Может, с кем-то из эльфов, молокососов передоз случился. На одной из стрел была записка. Торговец белой смертью. Он продавал физштех даже детям. Да еще со скидкой мать его. Ты же знаешь, какое привыкание вызывает физштех. Странно, что они решились на такую акцию в самом центре города. С тех пор, как им удалось наложить лапы на транспорт с оружием, они осмелели. Какой-то болван ведет с ними дела. Лично я подозреваю, что этот болван Харренброк. Ох, что за кошмарные времена. Разрывная стрела, которая после входа в живот выходит на спине в трех местах, делая из внутренних органов сплошную кашу. Специальность говенкаров. Такая стрела бесполезна в бою с солдатом в доспехах. Она разлетается даже при ударе о легкие доспехи. Ее используют для убийства гражданских жестоко напоказ. Догадываюсь, откуда взялось оружие, которым убит кирпич. Мне надо избегать подобных положений, хранить нейтральность, не вмешиваться. так мы сохранили нейтральность. Они бы по-любому забрали это оружие. Тело кирпича, торговец мертв, выстрел в упор убил бы даже быка, да? Кажется, так было написано. Но я сохранила, по идее, нейтральность. И вообще-то, я им отдала оружие не для этого. Я им позволила взять оружие и припасы, потому что там были больные эльфы и все такое. Сделала доброе дело, называется. Вот так всегда. Пытаешься как лучше, а получается как обычно. Вообще-то, я думала, оружие им нужно для выживания, а тут всякие... Да небось, малолетки какие-то эти эльфы убили. Рассудительные взрослые эльфы никогда бы так не поступили. Шпана Что тебе нужно, Волк? Поговорить. Ты когда-нибудь видел знак Саламана? Я много чего видел. Следующий вопрос. Хм. Советую рассказать мне все, что тебе известно. У меня есть одно правило, которого я всегда придерживаюсь. Прежде чем перерезать чью-то глотку, я даю жертве один совет. Не надо мне угрожать. И я знаю, что говорю. Это не пустая угроза. Я должен поддерживать свою репутацию. Мне нужно поговорить с тобой о Саламандрах. Быстро! Когда я спросил твоих парнях о Саламандрах, они явно начали нервничать. Мои парни недолюбливают Саламандры. Как ни странно, нет. Нет. Тогда с какой стати ты пытаешься меня поиметь? Даю тебе еще один шанс. Какое твое дело? Он был мне другом. Я подозреваю, что к его исчезновению приложили руку с Саламандрами. Ты плохо выбираешь друзей. Беренгар связался с Саламандрами. Именно поэтому мы за ним следим. Как говорится, друзей держи поближе, а врагов еще ближе. Он пропал на болоте. Калькштейн нанял одного из моих парней, чтобы найти его. Но тот тоже исчез. Вот и все. Никаких темных тайн. А теперь проваливай. У меня куча дел. Твои люди напали на меня в лечебнице. С ума что ли сошел? Я послал туда своих людей, чтобы они вернули сюда одного из наших. Я ему верю. Хорошо. Я тебе верю. Кажется, я понял. Сейчас расскажем ему о том, что же мы поняли. Что тебе нужно, волк? Я раскусил Саламандры. Хочешь знать правду? Давай, говори. Подведем итоги. Продолжай. Ты и твои парни нервничаете, как только видите знак Саламандры. Да шо ты говоришь? Ничего особенного, если учесть, что вы деретесь с ними за влиянием. Уверен? Да, я чую страх. Ты меня напрягаешь. Ты решил, что Саламандры послали меня тебя убить? Та же история, что и с Беренгаром. Я думал, что он выведет меня на предводителя Саламандра. Но Беренгар исчез, а твой парень кое-что узнал. К сожалению, он наткнулся на Саламандр, а потом его захватила стража. Тех, кого я послал на помощь, порубил ты. Твои парни были слишком нервные и воинственные. Ничего удивительного, они же не так хорошо видят в темноте, как ты. Ожидали нападения Саламандр и могли принять тебя за них. Что сказал мой человек? Немного. Он был сильно ранен. Плохо. Я тебя прощаю за то, что ты перебил моих ребят. Значит, недоразумение. Ты в порядке, Волк? Если ты борешься с Саламандрами, я тоже за ними охочусь. Евет хочет отобрать у меня дело. Решил начать с девочек. Знаешь почему? Хоть он уехал из Зерикании давным-давно и даже на мага выучился, в душе он все еще дикарь. Понимаешь, о чем я? Не очень. Он руководствуется инстинктом, думает своим членом. У него еще особое пристрастие. Он любит огонь. Девочки допугались до икоты, а их трудно испугать. Спасибо. Ты мне помог. Без проблем. до встречи. Знаете, у меня сейчас даже уважение, что ли, к нему появилось. Мое мнение о могиле изменилось. Он нормальный мужик, так-то по идее. Мои подозрения не оправдались. я убедился в том, что могила не предводитель саламандр. Женщина еще одна слабость чародея, а его похоть сравнима только с его магической силой. И Берингар. Я узнал, что Берингар как-то связан с саламандрами. Не знаю, враг он им или приспешник. Калькштейн. Иногда алхимик пользуется услугами ведьмаков. Раньше на него работал Берингар. Ах, Калькштейн, реально мое мнение о могиле сильно изменилось, потому что все-таки его отношение к нам вот это вот презрительное. Мне кажется, оно было связано с тем, что он просто уже не доверял ведьмакам после всего произошедшего. А пленный Саламандра являлся Саламандрой, понимаете ли, потому что его просто захватили, наверное, и переодели в Саламандру. Вот и все. Подставили, в общем. На самом деле он Саламандрой не являлся. Я так предполагаю. Нужно сообщить обо всем, что мы узнали Реймонду. Он уже нас заждался. Внимательно тебя слушаю, белый волк. Я добрался до пленника. Он что-нибудь сказал? У меня было мало времени, на нас напали люди-могилы. Ты уверен? Странно. Могила должен быть заинтересован в том, чтобы устранить Саламандр. Разве что я о чем-то не знаю. Евет мог его запугать или купить. Мы должны это проверить. А возвращаясь к пленнику, удалось что-нибудь из него вытянуть? Пленник успел сказать одно слово. Калькштейн. Калькштейн. Да, в этом что-то есть. Калькштейн талантливый алхимик. Он мог принимать участие в экспериментах. Я встречал его. Он не похож на преступника. Знаю, но надо проверить все зацепки. За работу. Я наведу справки в городе, а ты пока последи за Калькштейном. Завоюй его доверие. Узнай все о его планах и секретах. Ну, чем займемся дальше? Расследование это как рыбалка. Необходимо терпение. Я больше люблю охоту. Тогда завоюй доверие Калькштейна. Выполни для него пару заданий. Узнай что-то, что его интересует. Может быть, он тебя наймет. И еще поговори с могилой. Только не дави. Характер у него отвратительный. Все это мы уже сделали и поговорили с могилой и выполнили несколько заданий для Калькштейна. Так, это все то же самое говорят. Для Калькштейна мы уже нашли несколько сифиротов. Поэтому нет смысла с ним пока говорить. Ну и история. Рэймонд, держись! Здесь вообще засада конкретная. Четвером вооруженные напали на почти безоружного детектива. Спасибо, Геральт. Ты спас мне жизнь. Эти негодяи поймали меня, знали, что я иду по их следу. Кто? Что случилось? Саламандры. Я был всего в шаге от разгадки, в одном только шаге. Успокойся, Рэймонд, теперь ты в безопасности. Ничего подобного. Они идут по моему следу день и ночь. Нужно перехитрить их. И что же мы будем делать? Я поведу их на ложный след, а ты допросишь двух новых подозреваемых. Кого? Вот, возьми эти заметки, я там записал всех главных подозреваемых и все следы. А ты что собираешься делать? Они идут за мной по пятам, мне надо исчезнуть. Я отвлеку их внимание, так что тебе одному пока придется справляться со следствием. Я тебя найду, Белый Волк. Прощай, Реймонд. Давайте осмотрим трупы. Список подозреваемых. Подозреваемые Вивальди, Леуварден, Винсент, Талер, Могила, Калькштейн. Половину из них мы уже вывели. Городские стражники привыкли получать взятки от Леувардена, который определенно не является самым законопослушным гражданином города. Ничего удивительного. Все-таки у него крупный бизнес. Сейчас события будут развиваться с такой скоростью, что я практически не буду успевать уследить за ними. меня прислал милздарь Марлоу. В чем дело? Он сказал, что у него появилась новая информация. Он хочет, чтобы ты отправился к нему домой как можно скорее. Спасибо за информацию. Уже? Мы только вышли. медальон. Фиштех. Элегантная коробочка с фиштехом. Это улика или Реймонд сам подвержен этому пороку? Медальон. Медальон с ума сходит. Добро пожаловать. Ты не поверишь, что случилось. Да? Не так быстро. Мне пришлось потратиться. Сколько я тебе должен? 200 аренов. Расходы как-то сильно выросли. Я не пророк лебеда. Я не могу питаться корнями, ягодами и ключевой водой, как и мои информаторы. Уверяю, это необходимые расходы. Ладно, забирай. Вот тебе 200 аренов. Перейдем к делу. После нападения они перевели пленника в другое место. Плохо. Особенно учитывая, что больше мы от него ничего не добьемся. Вчера ночью он умер. Как это случилось? Ну, он был не в лучшей форме, так что ничего удивительного. Но мне кажется, что... Кто-то помог ему отправиться на тот свет. Точно! Шани твоя добрая подружка, так ведь? Пусть сделает вскрытие, тогда мы узнаем причину смерти. Ты за мной шпионишь. Это моя работа. Бывай. что он нам еще расскажет? Что? Вскрытие это обязательно? Без него мы не сможем двигаться дальше. Бывай. Ладно. Медальон совсем с ума сошел. Ладно, отправляемся к Шани. Как раз сейчас ночь. Она будет дома. Нужно поговорить с ней именно вдали от посторонних глаз, потому что вскрытие это незаконно. Гнетущая атмосфера накаляется. Убийца! Сейчас мы его выловим. Сразу двое! Ну-ка иди сюда! Стоп, а где еще один? Смотался. Оставил своего приятеля. Но с них очень много предметов выпадает. Богатенькие. вверх по лестнице. Я немедлен. Все, теперь я здесь желанный гость. Шани, просыпайся. Геральт, нам нужно поговорить. В чем дело? В лечебнице была драка, погибли люди. Почему у меня такое ощущение, что ты в этом замешан? Геральт, изволь объясниться. Я хотел допросить заключенного. Несколько громил попытались нас прервать, и, увы, это их тела потом обнаружила стража. Мне это не нравится, но я тебе расскажу то, что случайно услышала. Заключенного собираются переводить в безопасное место. Надеюсь, это тебе поможет. Шани, спасибо тебе за понимание и помощь. Просто нужно за тобой приглядывать. У меня есть проблема. Да? Я хочу, чтобы ты помогла мне со вскрытием. Вскрытие? Когда это ты стал заниматься вскрытиями? С тех пор, как занялся саламандрами. Мне надо узнать, как он умер. Ладно, только помни, я не коронер. Тебе придется интерпретировать все, что мы найдем. Чем лучше подготовишься, тем больше узнаешь. Встретимся вечером. А ты пока осмотрите, собери информацию. Да, я посмотрю, что к чему. Тебе нужно будет забрать тело у могильщика. Удачи тебе в поисках улик. Встретимся в лечебнице вечером. Есть мысли, как раздобыть информацию, которая нам пригодится при вскрытии. Спроси Винсента Мэйса. Может, он расскажет тебе, что интересное. Но лучше всего, конечно, книги. Найди книги по анатомии и патологоанатомии. До встречи. Эти книги мы уже прочитали. То есть все. Нам, по идее, уже читать ничего не надо. Да. Давайте помедитируем до рассвета или может быть даже немножечко позже, чем до рассвета. О, кстати, сколько талантов у нас уже насобиралось. Вы же начинающие ведьмаки! Ух, как это грозно звучит. До рассвета? Нет, чуть-чуть попозже, чем до рассвета. Тогда уже все будут на своих местах, уже все проснутся, все на работе. Все как положено. Шани уже ушла. А, нет, завтракает. Собирается как принцесса. Если медитировать до рассвета, она уже будет у зеркала сидеть. Час спустя она еще только завтракает. Собирается реально как королевишна какая-то. Так, что у нас теперь по плану идет? Книги уже никакие читать не надо. Нужно побеседовать с лицами, которые были причастны ко всему этому делу саламандрами. Единственный, кто у нас остался из этих лиц, это Люварда. Так как его невиновность уже доказана, то нужно побеседовать с ним, что именно он знает о Саламандрах. Благо тут недалеко до него бежать. Леуварден! Да? Я закончил расследование. Ладно, говори. Поскольку доказательства говорят о том, что ты не работаешь на Саламандр, скажи, кто ты? Скромный, благодарный купец. И позволь мне в знак благодарности сделать тебе подарок. Прекрати блефовать, Деклан. Видишь этот символ? Он обозначает мою принадлежность к тайному обществу. Мы тоже хотим найти и уничтожить Саламандр. Узнали что-нибудь полезное? О, да. Саламандры играют по-крупному. Это политическое дело. Я тебе вот что скажу. В соседней Редании ведется своя игра, куда более масштабная. Об этом знают только несколько человек. Король Фольтест, Совет Чародейк и я постоянно следим за северными границами. И какое отношение это имеет к Саламандрам? Азар Евет послал свои войска на север. Мои люди их видели. Он тоже знает о том, что может произойти и готовиться. Спасибо за информацию. Я выяснил, что Азар Евет обладает заметными политическими амбициями, что часто встречается у чародеев. Деклан прям огромную информацию мне сейчас предоставил. Что мы ему можем продать? Точильный камень для меча? Вот зачем он мне нужен? Я ими вообще не пользуюсь. Больше толку от них будет, если их продать. не люблю что-то применять из того, что носит временный эффект. Новая информация? Получается, что Азар и Азар у нас не просто богатенький, а еще и влиятельный человечишка. Крупная рыбешка. дает прикурить! Ах! Дает прикурить! Да! Ох, нравится мне этот оптимизм местных, несмотря на то, что у них жизнь тут такая в бедном районе. Нужно побеседовать с могильщиком, чтобы он доставил труп к лечебницу лебеды, чтобы мы с Шаней смогли его вскрыть. Могильщик! Информацию и тело. Ты много знаешь о смертях в этом городе. Поможешь с расследованием? Иногда я сообщаю Реймонду о наиболее интересных мертвецах. Он говорит, что это помогает. Ну... Может быть ты мне расскажешь? Не под каким видом. Я обещал хранить молчание. Понятно. Что? Надо сказать ему о том, что Реймонд... Я не доверяю Реймонду. Он что-то скрывает. Старина Реймонд? Нигде ты не найдешь более верного человека? Может и так. Но он застрял с этим делом. Я должен с ним разобраться. Ты пропустишь меня на кладбище? Невозможно. Городские власти это запрещают. Как я могу заставить тебя изменить решение? Мне нужно официальное разрешение от капитана Мейса. И других способов убедить тебя нет? Может быть, я могу тебе помочь в ответ? Кстати, можешь помочь. Я должен кучу денег Тайлеру. Если он простит мне долги, ключи от кладбища будут к твоим услугам. Но недавно умер заключен. Он уже на кладбище? Не знаю об этом, но я могу дать тебе другой труп. Все они пахнут одинаково. Мне нужен тот конкретный труп. Спасибо. Вот как? Конкретный? Приходи, когда узнаешь, чего ты хочешь на самом деле. Осмотр останков это искусство. Обычная на первый взгляд смерть может удивить тебя. Всегда полезно заглянуть поглубже. Но кого это интересует? Оу. Ты мог бы отдать мне тело заключенного для вскрытия? За бутылку хорошего краснолюдского пойла. У меня при себе есть такое. А могильщик оказывается вскрытие раньше делал. Удивительно. По нему ты и не скажешь, что он разбирается в этом деле. Что может быть лучше хорошей выпивки? Вернемся к делу по поводу заключенного. Куда кинуть тело? В лечебницу. Будет там к вечеру. Прощай. Как легко договориться снимать? что можно хорошо. На сундук мертвеца Йо-хо-хо! И бутылка Рому! Рому! Вряд ли ты мне расскажешь что-нибудь интересное. Что? Чего вам надо? Больше ничего. Почему кладбище закрыто? Потому что... Так, это мы уже все слышали. Что? Прощай. У него, конечно, черный юмор у этого мужичка, но в нем тоже есть что-то такое. Я бы даже сказала, загадочное. Наверняка тоже у него была богатая молодость. Я имею в виду насыщенное впечатлениями и... познаниями. Наверное, сам когда-то занимался вскрытиями. Но сейчас это противозаконно. Поэтому делает гробы. Брать расписку Стайлера, что он простил долги могильщику, нет смысла. У нас хорошее отношение с Винсентом. Я думаю, он нам поможет. С пропуском. Да, ведьмак. Ты когда-нибудь делал вскрытие? А зачем? Если дырка от ножа в животе, значит банда. Если голова оторвана, значит оборотень или еще какая хрень. Если язык черный и судороги, значит яд. В первом случае мы прижимаем могилу. Во втором передаем дело ордену или ведьмаку. В третьем 90% вероятности, что это сделала жена убитого. Вскрытие – пустая трата времени. Говорит прям как великий знаток. Да, я же говорю, у нас хорошее отношение с Винсентом. Поэтому проблем с пропуском возникнуть вообще не должно. Что он там, кстати, понаписал. Пропуск на кладбище Вызимы. Подателю сего документа позволено свободно перемещаться по территории кладбища Вызимы, невзирая на правила карантина. От имени его величества короля Фольтеста. Подписано Ипатом Велерадом. Винсент Малачина. Кладбище Вызимы. Я получил пропуск, который позволяет мне войти на кладбище Вызимы. Но сейчас мы пока туда не пойдем. Я оставлю это дело на небольшое потом. Что тут у нас еще можно сделать? Пока что больше ничего. Мне бы, наверное, помедитировать. Помедитировать до полночи. Полуночи. Вот и я начала путаться. Надо бы, наверное, у кого-нибудь переночевать. Точнее, переневовать. Чтоб до полуночи получилось. Ближайший домик, конечно, у Талера. Заодно с нему побеседуем. Простит ли он могильщику его долги? Я знаю, что не простит. Но все же стоит попробовать. У меня есть дело. Во-первых, поторгуемся. Продам серу, порох, там, селитру. Не знаю, не важно. Да все, что только можно продать. Принесла нелегкое. Да что? Нормально все? Чем я тебе не нравлюсь? Хотя на самом деле у меня есть подозрения, по какой причине он так ведьмака презирает. Но это, конечно, личное. Можешь провести меня на кладбище? Я все могу. Только что-то не хочется. Как я могу тебя убедить? Меня достало это проклятое расследование. Докажи, что я не виновен. Пока. Пока что это невозможно. Давайте встретимся с Шанни и проведем уже вскрытие. Она ждет нас в лечебнице лебеды. Что вскрытие покажет? Пока не знаю. Не помню. Привет. Вот и ты, наконец. Приступим к вскрытию? Давай начнем. Начинаем. Блин. Начнем. Так уже начали, давай! Шанни! Шанни, что ты делаешь? Начало вскрытия. Раса – человек. Пол мужской. Ранение проникающее. Трупного окоченения нет. Уровень дегидрации тканей. А можно без жаргона, Шанни? Мы же не на лекции. Как хочешь. Он умер вчера. Его порвали на части. Но это ни о чем не говорит. Что ты думаешь? Это ничего не значит. Его могли разорвать гули. Кладбища ими просто кишат. Значит, на части его разорвали уже после смерти. Умер он не от этих ран. Не от этих. Но есть множественные колотые раны. Нож. Шириной в два пальца. Тоже ни о чем не говорит. Внешние признаки – это еще не все. Напряжены мышцы шеи и ладони. Откуда ты знаешь, когда он умер? Обычно я делаю выводы, основываясь на окоченении мышц и дегидрации тканей. Но тут что-то не так. Слишком долго длится трупное окоченение. Как говорят, дотошность – основа успешного вскрытия. Ну что, углубимся в тему? Давай проверим внутренние органы. То еще удовольствие на самом-то деле. Слишком просто. Что-то тут не так. Это слишком просто. Ну, иногда жизнь бывает и простой. Ты уверена, что яд – это единственное объяснение такому необычному трупному окоченению? Самая вероятная причина. А почему ты спрашиваешь? У меня мерзкое предчувствие, что за этим скрывается нечто большее. Магия часто ведет к необратимым изменениям мозга. Нужно заглянуть внутрь. Да, Шаня, оказывается, вскрыть это не очень умеет делать. Вскрывать череп – это всегда удовольствие. Геральт, видишь изменения в структуре мозга? Личинка зериканской мухи ЦЦ. Очень опасной мухи. Ты нормально себя чувствуешь? Лучше. Но как они попали к нему в мозг? Это часть их цикла развития. Если бы мы были в Зерикане, я бы сказал, что муха забралась к нему в нос и отложила там яйца. Насколько я знаю, мы все еще в темерии. Это нам очень сильно повезло. У нас слишком холодный и сухой климат, мухи ЦЦ здесь не приживаются. И даже если у кого-то нашлись эти яйца, этому кому-то пришлось запихивать их в нос покойного. Не понимаю. А как выглядят эти яйца? Маленькие беленькие, можно запросто спутать с мукой. Или с Фисштехом. Геральт, он нюхал Фисштех до того, как умер. Я сама ему его дала. Он очень страдал, а других обезболивающих не было. Но я думала, это порошок из надежного источника. Откуда ты его взяла? Его достал для меня твой друг детектив. Сказал, что это из каких-то запасников. Реймонд. У нас проблема. Он добавил яйца в Фисштех. Забрался сюда ночью, чтобы подделать следы. Это не похоже на Реймонда. Это так. Хотя с некоторых пор мой медальон вибрирует, когда я вижу Реймонда. К тому же зерекание. Откуда сам Азар явит родом. Боюсь, настоящего Реймонда уже нет на свете. Но я его видела только вчера. Значит, Азар скрывается с помощью иллюзии. Он пытался мной манипулировать. Спасибо, Шани. Без тебя я бы это не выяснил. И что ты будешь делать теперь? Для начала поговорю с Калькштейном. Надо подготовиться. Будь осторожен. Я его и не недо... Не недооцениваю. Это очень опасный враг. Я прекрасно знаю, на что он способен. Нужно побеседовать с Калькштейном, это точно. Я получила доказательства того, что кто-то выдает себя за детектива. Вот тебе и Азар явит. Я когда впервые проходила эту игру, у меня начал дергаться медальон в его присутствии. Я вообще, у меня... У меня, можно сказать, шок просто был. Я сначала не поняла, что происходит. Ну да, это, конечно, страшная ситуация. Рэймонд... Мечтал расправиться с саламандрами. За то, что они убили его семью. Но, видимо, не получилось. Тяжелая ситуация. Опять глава заканчивается на такой тяжелой ноте. Хотя до конца главы еще достаточно долго. Вер... Я не... Нужно немного разбавить ситуацию. У нас есть такой шанс. Да? Я могу чем-то помочь? Да, я бы хотела тебя кое о чем попросить. Слушаю тебя внимательно. Лютик... Помнишь Лютика? Ну вот, мы пытаемся устроить встречу. Встречу? Поговорить о старых временах, выпить. Есть только одна проблема. С выпивкой? Угадал. Мы так давно друг друга не видели. Не хотелось бы подавать гостям паршивое пойло. И что тебе нужно? Вишневая водка для Лютика. Розовое вино для меня и что-нибудь для тебя. Хорошо. Посмотрим, что я смогу сделать. Немножечко уже устала от этого мрака. Нужно пойти раздобыть выпивку. Сразу отдадим ее Шане. А там и посмотрим, что дальше делать. Это задание очень легко, кстати, пропустить по незнанию. Потому что... Сразу отправляешься к самому детективу, чтобы что-то предпринять. В итоге можно это задание просто-напросто потерять. Ой, как больно. Ну а я что сделаю, бабуль? Я ничего с этим сделать не могу. Что там надо было купить? Розовое вино у нас в кармане болтается. Тимирийская ржаная водка, по-моему. И... Вишневая настойка. Что подать? Да, розовое вино у меня при себе имеется. А водки у меня нет. Перцовка, лимонная водка, травяная... Вишневая настойка, кажется, нужна. И... Как сложно! Я не помню, что я должна была купить. Нет, надо посмотреть в задание. Должен принести Шане, розового вина, вишневой настойки и тимирской ржаной водки. Что подать? Вот это Геральд любит выпить. Она же сказала что-нибудь для себя. Это получается, он предпочитает водку? Вот это мужик. Даже с ног не валится от такого счастья великого. Пойдемте вернем Шане выпивку. Вернем. Отдадим Шане выпивку. Потому что мне с ней делать просто нечего. Шабутиха, шабутиха на улице даже по ночам. Кто-то туда-сюда бегает зачем-то. Ведьмаки разгуливают по улицам. Какой кошмар. Куда катится мир? В наше время не было такого. Так. Вот это дом Шани. Лучше б бабуля не проверяла мои карманы. Я немедленно иду. Прям без промедления. Шане я выпивку принесла. Да. Я принес выпивку. Отлично. Приводи друга. Увидимся на вечеринке. Кого же мне привезти? По-моему, Зигфрида. Можно. Золотана Хивая и Кармен. Лично я хочу пригласить Золотана Хивая. Но мне кажется, Зигфрида мы сейчас вообще нигде не найдем. Особенно после того, что... Ээээ, ты чего? По-моему, после задания на болотах мы Зигфрида найти уже здесь нигде не сможем. Поэтому даже пробовать не буду. Если пойду на вечеринку, я, пожалуй, запишу два варианта исхода событий. С Кармен и с Золотаном Хиваем. Но сейчас я хочу найти именно Золотана. Где он у нас может прятаться? Ну как прятаться? Нет, здесь только Вивальди. А можно помедитировать? Нет. Нет, рано. До встречи. Рано, рано, рано. По основному заданию мы продвигаться не будем. Значит, я переночую у Калькштейна. Я просто думала, что здесь Золотан. Иначе переночевала бы у Шани. Калькштейн, давай вставай! Пока я ему тоже ничего говорить не буду. Это все рано, рано, рано. Сначала с вечеринкой разберемся. Нужно же немного отвлечься от всего этого негатива. Пока, Калькштейн. Надо искать Золотана. Это точно. Но где же он может быть? Продолжение следует. Спасибо всем за внимание, за просмотр. С вами была Миссионер Джейн. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Посетите мои творческие страницы ВКонтакте и на YouTube. Ссылки найдете под видео или в шапке канала. Еще раз спасибо всем огромное за внимание. И до новых скорых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok